Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ новости. В студии Олег Соловьев. Сегодня в выпуске. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с тем, что развёртые отделения на 50-х коек, госпитализированных уже больше, и пациентов продолжают поступать, будут разворачивать ещё дополнительные коекники. Православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Задуматься и совершить, может быть, самые важные дела, дела милосердия. И, в общем-то, во все дни святых праздников это является самым-самым важным. Очередное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 13 октября. Под председателем заместителя главы Десногорска Юлии Галяковой была рассмотрена текущая ПИД-ситуация в городе и дальнейшая реализация особых мер. На 13 октября нарастающим итогом в Десногорске зафиксировано 470 положительных случаев коронавируса. Из них выздоровевших 341 человек. Это данные ФМБА России. Негативная динамика вынуждает медсанчасть Атомграда оперативно реагировать на новые условия. В связи с тем, что развернутые отделения на 50 коек, госпитализированных уже больше, и пациенты продолжают поступать, будут разворачивать еще дополнительные коек-пакеты. Наверное, на 70. Организация приема пациентов с температурой и забор мазков будет проводиться на базе инфекционного отделения, которое фактически готово к такой нагрузке. Маршрутизация «Рожениц» по-прежнему проходит в Рославле и Смоленск. На сегодня, значит, на утро тоже коэффициент распространенности инфекции в городе составлял 1,7. Свободный коечный фонд был 4, но сейчас, как вы слышали, уже по нолям минус ушли. И показатель тестирования на 100 тысяч населения 370 составил. По-прежнему распространенность коронавируса зависит от каждого горожанинного отдельности. Как-то никогда важно носить маски, пользоваться санитайзером, соблюдать личную дистанцию. Высока ответственность и работодателей, а именно их внимание к сотрудникам, которые были в отъезде. Очень много привозных случаев. Люди приезжают с отдыхка, с санаториев, еще откуда-то, и потом они ковид-плюс обнаруживаются. В усиленном режиме, как и ранее, работают коммунальные службы города. Уборка в местах общего пользования проводится с применением средств повышенной концентрации. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Еропеев, Десна ТВ 14 октября православные отмечают покров Пресвятой Богородицы. Во всех храмах в этот день проводятся торжественные службы. Много прихожан было и в храме всех скорбящих радости Десногорска. Совершают литургии в голубых облачениях. Небесный цвет считается цветом Богородицы. Праздник связывают с событиями, которые произошли в Константинополе в 910 году. Город тогда был осажден. По преданию, Владычица Небесная пришла в храм к верующим и покрыла их своим платом. Так Дева Мария защитила жителей Константинополя от врага. С давних времен на Руси с праздником покрова связывали десятки примет и обычаев. Одна из главных – в этот день встречается осень и зима. Часто именно на покров ждали первого снега. В эти святые дни, как и в любые дни праздника, церковь призывает людей отложить свои суетные дела, которые, безусловно, нам необходимо совершать часто. Но в какие-то дни нам надо их отложить, чтобы помолиться, взять в руки добрую книжку, побыть за семейным столом, за трапезой с родными и близкими. И как бы задуматься и совершить, может быть, самые важные дела – дела милосердия. И, в общем-то, во все дни святых праздников это является самым-самым важным. Всех со святым праздником! Спасибо всем, Господи! В конце выпуска о погоде. 15 октября в Десногорске переменная облачность, днем плюс 14, ночью до 8 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!